Добрый день, НРБК региональной новости. Мы вещаем из отеля Кран-Плаза Уфа. С вами Маргарита Гафарова. В Стерли-Тамаке открылся грузовой железнодорожный терминал. В его запуске в онлайн-формате принял участие глава Башкортостана Ради Хабиров, который выступил на пленарном заседании транспортно-логистической конференции про движение по Волжье. Подробнее об этом событии расскажет моя коллега Алина Акчурина. С нового терминала уже отправили юбилейный 150-й грузовой состав. Это событие приурочили к главному ежегодному форуму о развитии железнодорожной логистики. Он собрал экспортеров, трейдеров, представителей отраслевых союзов и других участников рынка железнодорожных перевозок со всего по Волжье. Стоит отметить, что это первая в 2022 году оффлайн-конференция о развитии грузоперевозок в условиях санкций. Прежде всего участники обсудили трансформацию логистических цепочек и действующие ограничения экспорта. Если мы его воплотим, то пассажиропоток в этом сегменте может увеличиться в 4 раза. Для нашего города-миллионника, точнее для растущей из года в год уфимской агломерации, это вообще жизненно необходимый продукт, который за собой потащит тысячи очень интересных экономических решений. Машкортостан – это регион с высокой инвестиционной активностью, развивающий торговлю и сотрудничество с другими странами, в том числе членами ШОС. Поэтому участники конференции активно обсуждали тему обеспечения стабильности и бесперебойности железнодорожных грузовых перевозок, а также законодательные, финансовые и технологические меры поддержки бизнеса. Например, речь о развороте логистики грузоперевозок на восток. Только за март и апрель 400 компаний, которые никогда не работали в этом направлении, уже переориентировали потоки поставок. А за май на 30% увеличилось количество экспортеров, желающих вывести свою продукцию в восточном направлении. Однако для этого необходимо выстроить инфраструктуру. Мы в постоянном диалоге находимся с нашими китайскими партнерами. Мы отмечаем, что, наверное, сегодня новость как раз из средств массовой информации узнала, что минимальное число заболевших. Очень рассчитываем, что в скором времени у нас появится возможность больше передавать через железнодорожные пункты пропуска. У нас запланированы переговоры очередные. Мы, исходя из нормативных планов, в марте уже с китайскими партнерами договорились о постепенном увеличении объемов перевозок. Сейчас рассчитываем, что мы в какую-то практическую плоскость по достижению этих параметров выйдем. По данным РЖД, на УФУ приходится 40% всей погрузки к Уйбышевской железной дороге. За последние месяцы она увеличилась на 20%. А общий объем перевозки ЖД транспортом в республике в год составляет более 26 миллионов тонн. Алина Акчурина, Ахмед Маклад, РБК УФАМ. Аграрии Башкортостана завершают СЕФ и приступают к кормозаготовке. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Рамила Нуря Ахметов на оперативном совещании правительства. На сегодняшний день яровыми культурами в регионе засеяли 1 миллион 823 тысячи гектаров. Зерновыми и зернобобовыми 1 миллион 200 тысяч гектаров. Планируется, что республика завершит посевную кампанию к концу этой недели. В ряде районов для ускорения работ перешли на двухсменный режим. Продолжаются работы по уходу за посевом озимых яровых зерновых культур и сахарной стеклой. Химпрополка проведена на общей площади 130 тысяч гектаров. Обработка против вредителей и болезней озимых проведена на площади 45 тысяч гектаров. Сахарной стеклой 4 тысячи 4 тысячи гектаров. Яровых зерновых на площади 13 тысяч гектаров. Некоторые хозяйства приступили к листовой подкормке озимых, которая проведена на площади 117 тысяч гектаров. Вместе с тем в хозяйствах региона активно готовятся к началу кормо-уборочной кампании. Сегодня техническая готовность кормо-уборочных комбайнов составляет 96%. В Башкортостане проживает 4 миллиона 91 тысячи жителей. Таким образом регион занимает седьмое место в России по численности населения. Это следует из предварительных результатов переписи, которая прошла в 2021 году. За 11 лет прирост составил полпроцента. Подобную картину наблюдает в целом по стране. Эксперты связывают прирост населения с миграцией стран ближнего зарубежья. Украина, Казахстана, Узбекистана и других стран. Ранее сообщалось, что в прошлом году были зафиксированы рекордные показатели в миграционном приросте. В республику прибыло на 8 тысяч больше, чем уехало. Первое. Мы последние 2-3 года четко фиксируем изменения миграционных потоков. У нас положительная сальдо трудовой миграции. Вы знаете, что у нас положительная сальдо миграции студентов и участников. Впервые за долгие годы у нас тоже произошло, что на 2 с лишним тысячи человек студентов у нас, наоборот, начали приезжать и учиться у нас. Но при этом мы все прекрасно знаем, что главный показатель, который у нас есть, это рождаемость, у нас она снижается. Сельских жителей в республике насчитывается более полутора миллионов, городских – два с половиной миллиона. В Уфе проживает 1 миллион 145 тысяч человек. Большую численность имеют только 10 городов в России. В Башкортостане наблюдается урбанизация. Так, за 11 лет доля горожан увеличилась почти на полтора процента. Подобные цифры наблюдаются и в целом по стране. 9 миллиардов рублей направят в создание агропромышленного кластера в Башкортостане. Об этом сообщили в правительстве региона. В объединение войдут 10 сельскохозяйственных предприятий республики, которые обеспечат цепочку производства от поля до прилавка. Кроме того, республика получит единую информационную систему учета потоков продукции, а также обеспечит более устойчивое развитие сельской местности. В Министерстве торговли и услуг разработана концепция создания агропромышленного кластера республики Башкортостан. Основная задача – это выстраивание высокоэффективных товаров, проняющихся точек. Кластер подразумевает собой выявление тех инвестиционных ниш, которые сегодня потенциально не заняты, для привлечения будущих инвесторов, для создания продовольственной безопасности на территории республики. Отмечу, агропромышленный кластер Башкортостана станет первым в России. По оценкам экспертов, его создание позволит заместить импортные продукты питания на 150 миллиардов рублей в год. Государственные санатории Башкортостана заработали в прошлом году 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Это на 6% больше, чем в 2020-м. Об этом в ходе оперативного совещания правительства республики сообщила министр земельных и имущественных отношений региона Наталья Полянская. Она отметила, что у трех здравниц наблюдается существенный рост выручки. Енгантау увеличил ее на 37%, Ектыкуль на 13%, Юматова на 6%. Дебиторская и кредиторская задолженности санаториев, напротив, уменьшились на 340 и 144 миллиона рублей соответственно. При этом за последние два года санатория республики инвестировали 630 миллионов на реконструкцию, ремонт и строительство корпусов, а также на покупку машин и медицинского оборудования. Мы смогли удержать стоимость путевок на самом низком среде аналогичных учреждений ПФО уровня. Минимальная стоимость одного койка дня составила 1550 рублей в санатории «Зеленая роща». Средняя у нас 3467. Здесь хотелось бы обратить внимание, видели, наверное, в прессе, что писали о том, что у нас самые высокие цены. Нет, у нас не самые высокие цены, просто подход, мы берем койко-место, у нас достаточно большая процедура, лечение входит в путевку непосредственно. Поэтому, если по требованиям, которые выставляются для статистики, мы соответствуем всем требованиям. Более того, рост за два года составил не больше 12%. Для поддержки здравниц республики Минземоимущество разработало ряд мер. В частности, предоставление льготной аренды на государственные и муниципальные участки. Для санатория вплата будет составлять 1 рубль до конца этого года. Общий объем поддержки составит 12,5 миллионов рублей. В текущей геопатической ситуации возникла острая потребность в цифровой информации санатурно-курортной отрасли. В частности, импредзамещение ушедших с территории РФ сервисов онлайн-бронирования путевок. Сегодня ассоциация занимается разработкой и внедрением уникальной АТ-платформы, которая позволит ускорить внедрение передовых технологий в деятельность санатурно-курортного кластера республики, что повысит узнаваемость местных санатурно-курортных учреждений далеко за пределами Башхатистана. В прошлом году 9 санаториев региона приняли участие в федеральной программе «Туристический кэшбэк». 12 тысяч человек смогли ею воспользоваться. В этом году уже 11 тысяч. Всего в республике 31 санаторий, и все они входят в топ-100 российских здравниц. У меня все к этому часу. Оставайтесь на РБК.